Всем привет! Сегодняшнее видео на тему того, что делать, если вы что-то забыли, например, в японском метро или в японской электричке. У меня как раз такой был случай буквально вот три дня назад, два дня назад, когда я ездила смотреть на Сакуру в один из японских парков и со своей семьей и с маленьким ребенком. И у меня была с собой такая маленькая сумочка, в которой я ношу все время, ну, это как бы такой набор для моего ребенка, в котором лежат обязательно его памперсы, там салфетки мокрые, его сухое молоко, его бутылочка для молока и термос с горячей водой. И когда я села в электричку, я положила эту сумочку наверх, на верхнюю полку, а потом я ее забыла и мы вышли на одной станции. И я только вспомнила буквально минут через 20, наверное, после того, как мы вышли из электрички, что я оставила эту сумку в электричке. Вот. И мы тут же позвонили по номеру, который, ну, написано, как сказать, в интернете, который мы нашли, что, ну, номер, по которому можно позвонить, типа центр, кто-то что-то забыл, ну, вот, как их, как по-русски называется? Я забыла, как по-русски называется. Вот. Мы позвонили, ну, вот, в администрацию, как бы метро и рассказали, что мы, вот, мы сели в электричку на такой-то станции в такое-то время и мы забыли там свою маленькую сумку. Вот. Вот. Они тут же, ну, посмотрели, как официальный номер этой электрички и сказали, что мы перезвонили буквально через час, когда эта электричка придет, ну, до своей конечной остановки. Вот. Потом мы позвонили через час где-то, когда эта электричка приехала на свою конечную остановку, потому что японцы, они, когда электричка приезжает на конечную остановку, они потом, как бы работники метро, они проходят по всем вагонам и проверяют, нет ли там ничего, как бы, каких-то забытых вещей, каких-то там, может быть, ну, мусор и так далее. В общем, и все убирают. Вот. Поэтому, когда мы, ну, когда она приехала на конечную остановку, они проверили и нашли нашу сумку. Вот. И когда мы перезвонили им еще раз и спросили, нет ли там такой вот сумки, которую мы забыли, вот, они ее уже нашли. И, как бы, тут мы начали с ними обсуждать, как бы нам ее вернуть, потому что эта конечная остановка, она очень-очень, на самом деле, далеко от нашего дома. И чтобы туда ехать, это нужно только один час в один конец на этой электричке и потом час в обратную сторону. Ну, это слишком, как бы, долго и неудобно. Вот. Поэтому мы с японцами договорились, как бы, нельзя ли сделать, как-нибудь так, чтобы они нам ее прислали домой. Вот. И, как бы, за пересылку мы бы заплатили уже сами. То есть, за доставку. Вот. И представляете, японцы согласились. На самом деле, они так, ну, может быть, не всегда делают. А обычно, как бы, по идее, ты должен ехать именно на ту остановку, где, вот, до самой конечной остановки. Ну, просто разные поезда ездят до разных остановок. Вот. И тогда, по идее, ты должен всегда, как бы, сам по себе, ну, ехать до этой остановки и забирать свои вещи, которые ты забыл. Вот. Ну, мы с ними договорились, и они были добрые и разрешили нам сделать так, чтобы они нам прислали эту сумку домой. Вот. И представляете, вот как раз сейчас, только что, они нам ее доставили. Ну, и за доставку я заплатила, ну, обычную, обычную, как бы, сумму за пересылку, такую, которую бы я заплатила бы, ну, если бы что-то посылать по почте. Вот. И моя сумка в целости и сохранности. Сейчас я вам ее куплю. Вот. Я только что получила свою сумку. Они мне ее прислали. Сейчас открываем и смотрим, что там. Вот она, она. Вот она моя сумка в целости и сохранности. Все на месте. Вот он наш термос, в котором была горячая вода, но они ее выкинули. Она очень легкая. Вот она бутылочка для молока. Тоже в целости и сохранности. Не разбилась. Она стеклянная. Вот они, памперсы для ребенка. Все на месте. Все отлично. Вот. Вот моя сумка. Она на месте. Она дошла до дома. Мы с ней расстались, наверное, на три дня, когда мы ездили. Мы, наверное, ездили в субботу, а сегодня понедельник. Да, вот. И в субботу днем мы ее забыли. Потом в субботу вечером я пошла, ну, на станцию, на метро. И там написала им свой адрес, ну, показала им свои документы. Рассказала, что в сумке, вот. И попросила их переслать. И они, получается, вот в субботу вечером я их попросила мне переслать. В воскресенье они уже ее отправили. И сегодня в понедельник она уже дошла. Вот. Вы представляете, как все быстро, оперативно и, в общем, все в целости и сохранности дошло. И вот какие добрые японцы, что они нам ее прислали домой. И я заплатила вот почтальону, который нам ее принес. Вот. Так что, если вы что-нибудь забыли в японском метро или в японской, там, электричке, потому что у них, как бы, не только метро, у них все есть наземные электрички. В общем, не важно. Если вы что-нибудь где-то не забыли, то обязательно не бойтесь, там, с ними связаться как-то, потому что японцы, они обычно, они не забирают себе вещи, которые они находят. Даже если это, может быть, кошелек с деньгами или телефон, айфон, последние модели, то очень редко в Японии, когда они себе присваивают вещи, которые, например, они нашли в электричке. А, скорее всего, они просто отправят этот, например, тот, кто нашел ваши вещи, они, скорее всего, просто возьмут и либо в полицию их сдадут, либо просто отдадут вот этим людям, которые работают на станции, вот, ну, контролер, не контролер, как их называют, вот. И они будут их просто, например, хранить, наверное, в течение месяца они где-нибудь будут их хранить у себя в центре, вот, как это называется в центре, вещей потерянных, вот. Если вы с ними свяжетесь в течение месяца, то, скорее всего, они вам ее просто вернут. Ну, либо вы сами за ними сходите, если вам недалеко, либо они вам могут быть перешлют до дома, если вы, например, в Японии живете, вот. Вот. И, или если даже в полицию, то можете связаться в полиции, и, скорее всего, очень большая вероятность существует того, что вы свои вещи, которые вы забыли в японской электричке, обязательно найдете. Вот. Потому что японцы, ну, они не крадут вещи чужие, даже если был кошелек с деньгами. Ну, у нас просто как бы ничего ценного в этой сумке на самом деле не было, потому что, я думаю, мало кому нужен этот маленький термос с горячей водой или детский памперс, вот. Вот. Ну, даже если бы тут были какие-то ценные вещи, я думаю, скорее всего, они бы вернулись в целости и сохранности, потому что я знаю людей из моих знакомых, которые забывали, например, электрички японской целый рюкзак, и там был этот компьютер, лэптоп, вот. И он тоже вернулся в целости и сохранности, и ничего не пропало абсолютно из этого рюкзака. И этот человек, он тоже ездил за своим рюкзаком, ну, до конечной станции, где они его нашли, где, ну, нашли работники этого метро, когда проверяли все вагоны, вот. И буквально, по-моему, на следующий день тоже он сам просто поехал и забрал, вот. Так что будем учиться у японцев, вот. Надеюсь, что у нас в России в метро и в наших электричках тоже когда-нибудь появится такой хороший сервис. Всем пока!